В политических проблемах дискуссия получилась откровенной и эмоциональной. У меня несколько вопросов просто. Первое, свобода, слово так, то есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя. Единственный выход, чтобы все были равны перед законом. Много недовольных сложившейся ситуации. Как вы думаете, произойдет ли, вот, есть ли у вас в планах действительно серьезная, искренняя, честная либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману. Завершаю практически вот таким вопросом. 31 мая будет марш «Несогласный» в Питере. Он будет разгоняться или нет? Прежде всего, хочу сказать, что без нормального демократического развития будущего у страны не будет. Это? Будущего у страны не будет. Конечно, не будет. Это очевидный факт. Второе. Все должны действовать в рамках закона. Вы абсолютно правы. Теперь вы говорите, вот, милиция служит таким, служит таким. Только начальникам. В милиции всяких людей хватает. Это там срез нашего общества вообще. Вот, да. Это часть страны. И там не с Марса люди приехали. Да? Там есть люди, которые верой и правдой служат своему народу. Есть. И не жалеют не только здоровья, и жизни своей не жалеют. И под пули идут. Так. И своими машинами, те же самые гаичники, которые им сду снимают и бабки стрибут на дороге. Есть такие. Но есть такие, которые детей своим телом закрывают, машину подставляют и погибают. Есть и такие. Поэтому мазать всех одним черным егнем считаю несправедливо. Хотя проблем там хватает. У нас такой уровень общей культуры. Как человек только получает какое-нибудь удостоверение, палку какую-нибудь в руки, он начинает размахивать и пытаться зарабатывать на эти деньги. Но это характерно не только для милиции. Это характерно вообще любой сферы, где есть властные полномочия и возможность получить вот эту сумасшедшую ренту административную. Значит, по поводу марша несогласных. Кроме тех людей, которые выходят на марш, согласны или не согласны, есть и другие люди, о правах которых мы не должны забывать. И если вы решите провести марш несогласных, я же прошу прощения за, может быть, слишком резкие вещи, скажем, в больнице, где будете мешать детям, скажем, больным, кто вам позволит там проводить этот марш из местных властей и правильно сделают, что запретят? Можно это? Нет. А теперь вы хотите провести его там, где, допустим, люди должны в пятницу воехать на дачу? Ну, к примеру просто. Или в воскресенье вечером вернутся с дачи? Да они вас там такими мутюгами покроют. И местные власти заодно. Но это совсем не значит, что власть должна прикрываться теми вещами, о которых я говорил, и создавать условия невозможные к проявлению свободы слова. Это вопрос, который должен решаться вместе с вами. И я надеюсь, что в Петербурге будет сделано именно так, по уму. На самом деле, я хочу, чтобы вы поняли, для меня, уверен, для других представителей государственной власти, вы знаете, это не мешает, наоборот, помогает. Конечно. Если я вижу, что люди вышли, и не просто, чтобы побазарить, так, значит, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть...